Джеральд Даррелл. Переход. Часть 1. Мои друзья Поль и Марджери Гленхем – неудавшиеся художники. А может быть, во имя милосердия лучше назвать их непреуспевающими? Впрочем, даже неудачи доставляют им больше удовольствия, чем большинству преуспевающих художников успех. А потому с ними приятно общаться, и в этом одна из причин, почему я, приезжая во Францию, охотно останавливаюсь у них. Их обветшал и дом в Провансе – средоточие беспорядка. Мешки с картофелем, пучки сушеных трав, плети чеснока и горы сухой кукурузы чередуются с кипами незавершенных акварелей и грудами страховидных полотен Марджери в перемешку со странными неандертальскими скульптурами поля. Среди этого подобия деревенской ярмарки бродят коты всех пород и мастей и вереницы собак от ирландского волкодава ростом стеленка до старого английского бульдога с голосом Стефенсоновой ракеты. Все стены украшены клетками, обителью канареек, которые ретиво распевают чуть не круглые сутки, мешая людям разговаривать. Словом, в доме царила теплая, дружеская, какофоническая, чрезвычайно приятная атмосфера. В тот день я приехал под вечер усталый после долгого путешествия, и Поль тотчас взялся приводить меня в норму при помощи горячего бренди и гигантского лимона. Мне посчастливилось вовремя очутиться под их кровом, ибо последние полчаса летнее небо над Провансом было застлано тяжелой черной пеленой грозовых туч, и гром отдавался среди скал так, будто по деревянной лестнице катились миллионы камней. Только я юркнул в теплую шумную кухню, наполненную соблазнительными запахами стрипни Марджери, как хлынул проливной дождь. Дробь капель о черепичную крышу вместе с ударами грома, от которых содрогалось даже прочное каменное строение, пробудил дух соперничества у канареек, и они принялись петь все разом. В жизни не припомню такой шумной грозы. — Еще кружечку, дружище! — справился Поль с надеждой в голосе. — Нет-нет! — перекричала Марджери канареечные трели и гул дождя. — Еда готова. Холодная будет уже не такая вкусная. — Поль, неси вино. — Джерри, дорогой, садись за стол. — Вино, вино! Даешь вино! У меня припасено для тебя нечто особенное, дружище! С этими словами Поль спустился в погреб, чтобы тут же вернуться с охапкой бутылок, которые он благоговейно поставил на стол передо мной. — Гигонда! Мое личное открытие! Бронтозаврова кровь! Дружище, поверь мне, прямо из Венда исторического чудовища! Очень славно пойдет с трюфелями и индейкой, приготовленными Марджери! Откупорив одну бутылку, он щедрой рукой налил темно-красного вина в объемистый бокал. Поль был прав. Вино красным бархатом легло на язык, а дойдя до горла, вызвало настоящий фейерверк в мозгу. — Ну как, здорово! — осведомился Поль, изучая мое лицо. — Я обнаружил его в маленьком погребке в районе Карпентрос. Стояла дьявольская жара, а в погребке было так прохладно, так уютно, что я сам не заметил, как выдул две бутылки. Не вино, а чистый соблазн. Разумеется, стоило мне выйти на солнце опять, как меня будто кувалдой огрели. Пришлось Марджери сесть за руль. Мне было так стыдно за него, сказала Марджери, ставя передо мной тарелку с трюфелем величиной с персик, запеченным в тонкую, хрустскую корочку теста. Он заплатил за вино хозяину, поклонился и упал ничком на землю. Пришлось хозяину с сыном вдвоем заталкивать его в машину. Ужасная картина. — Ерунда! — возразил Поль. — Хозяин был счастлив. Лучшего рейтинга он не мог пожелать. — Это тебе так кажется, — возразила Марджери. — Ладно, Джерри, ешь, пока не остыло. Разрезав золотистый шарик, я ощутил запах трюфеля. Тонкий аромат сырого леса, соединяющий в себе запахи миллионов тлеющих листьев. С красным вином в придачу, трапеза была просто божественной. Мы молча принялись уписывать трюфели, слушая дробный стук дождя по черепице, раскаты грома и экстатические трели канареек. Бульдог, невесть почему сходу проникшийся ко мне глубокой симпатии, сидел подле моего стула и не сводил с меня выпуклых коричневых глаз, тихо посапывая. — Великолепно, Марджери! — произнес я, когда последний кусочек хрустящей корки растаял снежинкой на моем языке. — Право же, при твоем кулинарном искусстве и чутье поля новина, открой вы ресторанчик, в два счета заслужили бы три звездочки у Мишлена. — Спасибо, дорогой! — отозвалась Марджери, потягивая вино. — Но я предпочитаю готовить для узкого круга гурманов, чем для толпы обжор. — Она права! Тут ничего не возразишь! — подхватил Поль, не уставая наполнять наши бокалы. Сильнейший раскат грома прямо над крышей прервал нашу беседу. Даже канарейки на минуту смолкли, устрашенные такой мощью. Когда гром стих, Марджери указала вилкой на супруга. — Не забудь показать Джерри эту штуковину. — Штуковину? — не понял Поль. — Какую еще штуковину? — Ты знаешь, — нетерпеливо сказала Марджери. — Эту твою штуковину, твою рукопись. Самое подходящее чтение для него в такую ночь. — А, рукопись, конечно! — горячо произнес Поль. — В самом деле, ночь весьма подходящая. — Отказываюсь, — возразил я. — Хватит с меня вашей живописей и ваших скульптур. Будь я проклят, если еще соглашусь читать ваши литературные потуги. — Ты темный человек, — добродушно молвила Марджери. — К тому же автор не Поль, а кто-то другой. — По-моему, после такого пренебрежительного отзыва о моем искусстве он не заслуживает того, чтобы ему доверили эту рукопись, — сказал Поль. — Она слишком хороша. — Но что это за рукопись? — спросил я. — Очень своеобразное произведение. Я обнаружил его… начал Поль, но Марджери перебила его. Не вздумай пересказывать, пусть сам прочтет. Лично мне потом долго снились кошмары. Пока Марджери раздавала порции индейки, окутанной плотным облачком аромата трав и чеснока, Поль прошел в угол кухни, где между двумя мешками с картофелем и бочонком вина громоздилась, будто развалины замка, груда книг. Порывшись в ней, он торжествующе выпрямился, держа в руке сильно потрепанную толстую красную тетрадь и вернулся к столу со своей добычей. — Вот! — удовлетворенно выдохнул он. — Когда я прочел это, сразу подумал о тебе. Нашел среди купленных мною книг из личной библиотеки старого доктора Лепетра, бывшего одно время тюремным врачом в Марселе. До сих пор не пойму, мистификация это или правда. Открыв тетрадь, я увидел на внутренней стороне обложки черный экслибрис, три кипариса и солнечные часы над выведенными готическим шрифтом словами «Экслиброс Лепетер». Страницы были исписаны дивным каллиграфическим почерком. Выцветшие чернила приобрели ржаво-коричневый оттенок. — Лучше бы я тогда дождалась утра, прежде чем читать, — произнесла с содроганием Марджери. — Там что-нибудь о привидениях? — спросил я. — Нет, — неуверенно ответил Поль. — Во всяком случае, не совсем. К сожалению, старик Лепетер умер, так что мне не довелось расспросить его. Очень странная история. Но, зная твой интерес ко всему оккультному, ко всяким ночным стукам, я сразу подумал о тебе. Прочти и скажи, что ты думаешь. Если хочешь, можешь оставить рукопись себе. Во всяком случае, развлечешься. Вот уж никак не назвала бы это чтение развлечением, — возразила Марджери. — Жуткая история. Несколько часов спустя, вдоволь насытившись вкусными блюдами и добрым вином, я вооружился огромной тщательно заправленной золотистой керосиновой лампой, излучающей бледно-желтый свет, и поднялся в гостевую комнату, где меня ожидала широченная перина. Бульдог последовал за мной и следил, шумно дыша, как я раздеваюсь, укладываюсь спать. Сам он расположился на полу подле кровати, не сводя с меня преданных глаз. Гроза не унималась, раскаты грома следовали один за другим, время от времени комнату озаряли яркие молнии. Я поправил фитиль, пододвинул ближе лампу на тумбочке, взял красную тетрадь и приступил к чтению, удобно сидя с подушками за спиной. Повествование начиналось сразу, без каких-либо предисловий. 16 марта 1901 года. Марсель. Впереди еще целая ночь, и поскольку мне ясно, что при всем желании я все равно не усну, то решил попытаться подробно описать случившееся со мной. Боюсь, от этого моя история не станет выглядеть более правдоподобно, но надо же чем-то себя занять, пока не наступит рассвет, неся мне облегчение. Для начала должен сообщить кое-что о себе и своих отношениях с Гидеоном де Тейдро Вильереем. Чтобы читателю «Буде такой найдется», стало понятно, почему я очутился среди зимы во Франции, притом в самой глуши. Я букинист, и позволю назвать себя истинным профессионалом, хотя теперь, вернее сказать, был таковым. Один из моих коллег, надеюсь, скорее по-дружески, чем из ревности, даже назвал меня однажды литературной ищейкой. Что ж, я готов признать меткость этого забавного сравнения. Через мои руки прошло свыше сотни личных библиотек, и мне довелось сделать немало важных открытий. Так, я обнаружил оригинальную рукопись Готенштайна – редко иллюстрированное издание Библии, которое иные сравнивают с книгой Келза. В невзрачном деревянном доме в Милленде я откопал пять неизвестных прежде стихотворений Блейка. Были и не столь значительные, но все равно интересные открытия. Такие, как найденный среди игрушек и моющихся книжек в детской комнате, в доме одного священника, в Шоропшире, подписной экземпляр первого издания «Алисы в стране чудес» или дарственный экземпляр португальских сонетов, подписанный Робертом и Элизабет Браунинг с шестистрочным стихотворением на форзации. Чтобы находить такие книги в самых неожиданных местах, необходимо обладать чем-то вроде дара лозоходца. Приобрести такую способность нельзя, но если вы ею наделены, можно постоянной практикой отточить ее. В свободное время я также каталогизировал небольшие важные книжные фонды, поскольку само общение с книгами доставляло мне великое удовольствие. Библиотечная тишина, осязание и запах книг для меня все равно, что для гурмана вкус и состав пищи. Это может показаться фантастикой, но стоя в библиотеке, я слышу словно тысячи голосов, как если бы меня окружал огромный хор, в чьем пении я черпаю познание и красоту. Естественно, моя профессия свела меня с Гидеоном в залах аукционной фирмы Сотбис. В одном доме в Сасексе я обнаружил маленькую, но чрезвычайно интересную коллекцию первых изданий, и мне захотелось лично убедиться, сколько можно выручить за такое собрание. Пока шли торги, я поймал себя не на совсем приятном ощущении, что за мной кто-то следит. Я обернулся, но все глаза были как будто направлены только на аукциониста. Тем не менее, с каждой минутой мое беспокойство росло. Возможно, это будет слишком сильно сказано, однако я не сомневался, что кто-то внимательно изучает меня. Но вот покупатели и зрители чуть раступились, и я увидел его. Мужчину среднего роста с привлекательным, хотя и несколько одутловатым лицом, большими проницательными черными глазами и шапкой кудрявых, довольно длинных волос. На нем было хорошего покроя темное пальто с каракулевым воротником, руки в элегантных перчатках держали каталог предметов, выставленных на аукцион, и черную широкополую велюровую шляпу. Пристальный взгляд блестящих цыганских глаз был устремлен на меня, но заметив, что и я смотрю на него, он моргнул, чуть улыбнулся и кивнул головой, как бы извиняясь за то, что так таращился на меня. После чего повернулся, протиснулся сквозь толпу и пропал из виду. Не знаю почему, но это пристальное разглядывание незнакомым человеком привело меня в замешательство до такой степени, что я уже не так внимательно следил за торгами. Отметил только, что выручил за предметы, выставленные мной на продажу, больше, чем ожидал. Как только кончились торги, я выбрался из зала и вышел на улицу. Был холодный, сырой февральский день от запаха дыма, предвестника смога, у меня першило в горле. Похоже было, что вот-вот начнется дождь, и я остановил кеп. В моем владении был унаследованный от матери высокий узкий дом на Смит-стрит в непосредственной близости от Кингс-роуд. Меня вполне устраивало это жилище. Не самый фешенебельный район, но дом был достаточно вместителен для такого холостяка, как я, со всеми моими книгами. Ибо за многие годы я собрал отличную небольшую коллекцию книг на интересующие меня темы. Индейское искусство, особенно миниатюры, некоторые ранние естественные истории, кое-какие редкие издания, посвященные оккультизму, несколько томов о растениях и знаменитых садах, хорошее собрание первых изданий современных армонистов. Мой дом был обставлен просто, но удобно. Хотя я не богат, но мог позволить себе не слишком скупиться, держал хороший стол, в погребе было немало марочных вин. Отпустив кеп и поднимаясь по ступенькам к входной двери моего дома, я обратил внимание, что на город, как и следовало ожидать, спускается едкий туман. Дальний конец улицы уже почти не был виден, я радовался, что успел добраться до дома. Моя домоправительница, миссис Мэнинг, позаботилась о том, чтобы в маленькой гостиной весело пылал огонь в камине. Рядом с моим любимым креслом положила, как обычно, домашние туфли и расставила на столе все необходимое для приготовления горячего пуныша. Я снял пальто и шляпу и переобулся. В это время из кухни внизу вышла миссис Мэнинг и спросила, нельзя ли ей ввиду сгущающегося тумана сегодня уйти домой пораньше. Сообщила, что приготовила для меня суп, бифштекс, запеканку с почками и яблочный пирог. Остается только их подогреть. Я ответил, что ничего не имею против. Мне не раз доводилось обходиться без посторонних услуг. К вам тут недавно заходил один джентльмен, сказала миссис Мэнинг. Джентльмен? Он назвался? Спросил я, удивленный тем, что кто-то надумал посетить меня в такую погоду. Нет, ответила она. Он не назвался. Сказал только, что еще зайдет. Как раз тогда я был занят каталогизацией книг в одном доме, а потому решил, что визит не назвавшегося джентльмена был связан с этим делом и не стал больше размышлять над этой загадкой. Тут снова показалась миссис Мэнинг, одетая для выхода в город. Я проводил ее до дверей тщательно заперы, после чего вернулся к своему пуншу и пылающему камину. Мой кот Нептун спустился из кабинета наверху, где стояла его уютная корзина, приветственно мяукнул и грациозно прыгнул мне на колени. Потоптавшись передними лапами с выпущенными когтями, он удобно улегся и задремал с громким морлыканьем, напоминающим жужжание роя пчел в густом черепашьем панцире. Убаюканный этой музыкой, каменным жаром и пуншем, я тоже погрузился в сон. Должно быть, я крепко спал, потому что проснулся вдруг, не понимая, что меня разбудило. Нептун на моих коленях встал, потянулся и зевнул, предвидя, что покою его приходит конец. Я прислушался. Тишина. Только решил было, что мой сон потревожен движением угля в каминной решетке, как снизу донесся властный стук в дверь. Я спустился по лестнице, приводя себя в порядок после сна, поправляя воротничок и галстук и приглаживая непокорную шевелюру. Включив свет в прихожей, я отпер дверь и распахнул ее. В дом вторглись пряди густого тумана, а на крыльце перед дверью стоял тот странный цыганского вида мужчина, что так пристально разглядывал меня в заре Сотбис. Теперь на нем были хорошо скроены вечерний костюм и накидка с красной шелковой подкладкой. На голове цилиндр, покрытый блестящими капельками влаги от тумана, который колыхался за его спиной точно театральный задник тошнотворного желтого цвета. Рука в перчатке покачивала, будто маятник, трость черного дерева с великолепной работы золотым набалдашником. Увидев, что дверь открыл именно я, а не какой-нибудь слуга или дворецкий, он приосанился и снял цилиндр. «Добрый вечер», — сказал незнакомец, обнажая в очаровательной улыбке чудесные белые ровные зубы. У него был необычайно приятный, несмотря на хрипотцу, мелодичный голос, которому небольшой, но достаточно заметный французский акцент, придавал дополнительную прелесть. «Добрый вечер», — отозвался я, недоумевая, зачем мог понадобиться этому человеку. «Я имею честь говорить с мистером Леттингом. Мистером Питером Леттингом?» «Да, я Питер Леттинг». Он снова улыбнулся и, сняв перчатку, протянул мне холеную руку с огненным опалом в золотой оправе на одном пальце. «У меня нет слов, чтобы выразить, как я рад возможности познакомиться с вами, сэр», — сказал он, пожимая мою руку. «Позвольте прежде извиниться, что побеспокоил вас в столь поздний час, в такой день». С этими словами он завернулся поплотнее в свою накидку и оглянулся на клубящийся за его спиной сырой желтый туман. Оставлять его стоящим на крыльце в такую отвратительную погоду вряд ли было бы признаком хорошего тона, и я предложил ему войти и изложить свое дело. Он прошел мимо меня в прихожую, и когда я, тщательно заперев дверь, обернулся, гость уже снял накидку и цилиндр, отставил в сторону трость и, растирая руки, выжидательно глядел на меня. «Пойдемте в гостиную, мистер», — произнес я с вопросительной интонацией. На лице его отразилось странное, почти детское чувство вины. «Дорогой сэр», — молвил он покаянно. «Дорогой мистер Лейтинг, какое непростительное упущение с моей стороны. Вы вправе обвинить меня в нарушении светских приличий? Вторгаюсь в ваш дом в такой вечер и даже забываю представиться. Ради бога извините. Я Гидеон Тейдра Девильрей. Рад познакомиться», — учтиво ответил я, хотя, по правде говоря, чувствовал себя неловко, несмотря на его обаяние. «Что может быть нужно?» — спрашивал я себя, французскому аристократу от букиниста вроде меня. «Не хотите ли подкрепиться, скажем, бокалом вина или, учитывая холодную погоду, рюмочкой бренди?» «Вы чрезвычайно добры и снисходительны», — ответил он с легким поклоном, продолжая приязненно улыбаться. «Бокал вина, несомненно, будет весьма кстати. Я провел его в гостиную, и он остановился перед камином, грея руки над огнем, сжимая и разжимая пальцы, так что перстень с опалом казался пятном крови на белой коже. Выбрав в погребе бутылку превосходного марго, я бережно доставил ее в гостиную, прихватив по пути хрустальные бокалы. За это время мой гость отошел от камина и теперь стоял возле полок, держа в руках книгу. «Какое великолепное издание Элифаса Леви», — горячо произнес он, повернувшись ко мне. «И у вас тут чудесное собрание чернокнижия. Не знал, что вы интересуетесь оккультизмом». «Не так, чтобы очень», — ответил я, откупоривая бутылку. «Назовите мне здравомыслящего человека, который всерьез верил бы в колдунов, шабаш-ведьм, предсказателей судьбы и прочую дребедень. Я собираю их просто как интересные и ценные издания, к тому же подчас весьма забавные, несмотря на мрачное содержание». «Забавные», — сказал он, подходя ко мне ближе, чтобы принять бокал с вином. «Забавные? Что вы хотите этим сказать?» «Согласитесь, разве это не забавная картина? Взрослые люди бормочут какие-то дурацкие заклинания и часами ждут по ночам, когда им явится сатана. Должен признаться, лично мне это кажется весьма забавным». «А мне нет», — отозвался он и, словно опасаясь, что его реплика прозвучала слишком резко, даже грубо, улыбнулся и поднял бокал. «Ваше здоровье, мистер Леттинг». Мы пригубили, он подержал вино во рту, смакуя поднял брови. «Должен сказать, у вас отличный погреб», — сообщил он. «Ваша Марго превосходна». «Благодарю», — ответил я, польщенный тем, что французский аристократ одобрил мой выбор. «Вы не хотите сесть и рассказать мне, чем я могу быть вам полезен?» Он грациозно опустился в кресло у камина, отпил еще вина и остановил на мне задумчивый взгляд. Когда гость замолкал, еще приметнее становился блеск его огромных черных глаз. Они будто прощупывали вас, читая ваши мысли. От этого взгляда мне, мягко выражаясь, стало не по себе. Но стоило ему улыбнуться, и тотчас взор его казался добродушным, чарующим, чуть озорным. «Боюсь, мое неожиданное появление в столь поздний час, в такую погоду, способно придать налет таинственности весьма ординарному, сдается мне делу, с которым я пришел. Короче, я хотел бы, чтобы вы провели каталогизацию одной личной библиотеки, сравнительно небольшого собрания, не больше 1200 экземпляров, оставленных мне, моей тетушкой, умершей в прошлом году. Повторяю, собрание небольшое, и я лишь бегло с ним ознакомился. Однако мне кажется, что там есть довольно редкие, ценные здания. И хотелось бы на всякий случай обеспечить тщательную каталогизацию, до чего у моей бедной тетушки руки так и не дошли. Бедняжка была недалекого ума, готов поклясться, что за свою жизнь она не заглянула ни в одну книгу. Ее существование не было овеяно даже самым слабым дуновением культуры. Эти книги достались ей от отца, и, вступив во владение ими, она совсем не уделяла им внимания. Книги стоят вперемешку, и я был бы вам благодарен, если бы вы разобрались в них как эксперт. Мое вторжение вызвано силой обстоятельств. Завтра рано утром я выезжаю во Францию, и у меня не было другого случая обратиться к вам. Надеюсь, вы сможете найти время, чтобы выполнить мою просьбу. Буду счастлив помочь, чем могу, ответил я. Сама мысль о поездке во Францию показалась мне весьма привлекательной. «Однако хотелось бы знать, почему вы остановили свой выбор на мне, ведь в Париже есть немало людей, способных выполнить эту работу не хуже, а то и лучше меня». «По-моему, вы несправедливы к себе», – возразил мой гость. «Вам должно быть известно, какая у вас высокая репутация. Я ко многим обращался за советом, и все тотчас называли вас. Так я убедился, мой дорогой мистер Лейтинг, что лучшего выбора быть не может, если только вы согласитесь». Признаюсь, я порозовел от удовольствия, поскольку у меня не было никаких причин сомневаться в искренности этого человека. Приятно было услышать, что коллеги столь высокого мнения обо мне. «И когда вы хотели бы, чтобы я приступил к работе?» – спросил я. Он развел руками, выразительно пожал плечами. «Это вовсе не срочно. Естественно, хотелось бы, чтобы это не помешало вашим собственным планам. Как насчет того, чтобы вы могли начать, скажем, весной? В это время года, когда долина Луары особенно хороша. Я не вижу причин, почему бы вам не насладиться природой в той же мере, как работой с книгами». «Весна отлично устраивает меня», – ответил я, наполняя бокалы. «Апрель годится?» «Превосходно», – отозвался он. «Думаю, на каталогизацию у вас уйдет что-нибудь около месяца, но вы можете оставаться там, сколько вам будет угодно. У меня хорошая коллекция вин и хороший повар, так что у вас не будет повода жаловаться на обслуживание». Я сходил за своей записной книжкой с календарем, и мы сошлись на том, что 14 апреля устроит нас обоих. Гость поднялся, собираясь уходить. «Да, еще одна вещь», – сказал он, кутаясь в накидку. «Кому как не мне понимать, что мои имя и фамилия затруднительны для запоминания и произношения, а потому не примите это за бесцеремонность. Я предпочел бы, чтобы вы просто называли меня Гидеон, а я вас Питер. Согласны?» «Конечно», – поспешил я ответить не без облегчения, ибо на Де Тейдре Вильреи и впрямь можно было сломать язык. Он горячо пожал мне руку, еще раз попросил извинить за внезапное вторжение, обещал прислать письмо с подробным описанием, как найти его во Франции, и уверенным шагом скрылся за дверью в густом, желтом тумане. «Я же вернулся в свою теплую, уютную гостиную и допил вино, размышляя о странном посетителе. И чем больше я думал о нем, тем удивительнее представлялось мне произошедшее. Почему, например, Гидеон не обратился ко мне сразу, когда увидел меня в Сотбис? Говорит, что каталогизация тетушкиных книг совсем не к спеху, а сам счел необходимым повидать меня сегодня ночью, словно речь шла о неотложном деле. Он ведь мог просто написать мне. Или он посчитал, что воздействие его личности вернее поможет добиться моего согласия. Он произвел на меня двойственное впечатление. Как я уже сказал, пока лицо его оставалось бесстрастным, глаза смотрели так испытывающе и пристально, что мне делалось не по себе, и я даже ощущал некоторую антипатию. Но стоило ему улыбнуться, как и глаза его словно смеялись, и я невольно оказывался во власти очарования его низкого, мелодичного голоса. Да, необычный человек. И я решил попытаться побольше узнать о нем до того, как поеду во Францию. Решил и спустился на кухню следом за проголодавшимся Нептуном приготовить поздний ужин. Несколько дней спустя мне встретился на торгах мой старый друг Эдвард Меллинджер. Между делом, я небрежно осведомился, известно ли ему что-нибудь о Гидеоне. Эдвард внимательно посмотрел на меня поверх очков. «Гидон де Тейдера Вилерей? Ты говоришь о графе? Племяннике старика маркиза де Тейдера Вилерея?» «Он не назвался графом, но полагаю, что это именно он», — ответил я. «Тебе что-нибудь о нем известно?» «Когда закончатся эти торги, пойдем выпьем по стаканчику, я кое-что тебе расскажу», — предложил Эдвард. «Очень странное семейство. Во всяком случае, старик маркиз — человек весьма эксцентричный». После торгов мы зашли в пивную, и за кружкой пива Эдвард поведал то, что ему было известно о Гидеоне. «Гидон де Тейдер Вилерей» Корректор А.Кулакова